Сегодняшняя программа называется «Без грима». Саша пригласил меня на эту программу, и мы разговариваем с интересными людьми самых разных профессий, творческими людьми. Кто-то пишет стихи, кто-то пишет музыку, кто-то рисует картины. В общем, работы и творчество самые разные, самых разных людей. Сегодня у нас третья встреча. И я с удовольствием предоставляю вам нашу подругу, поэта Римму Голдман. Значит, Римочка у нас наша подруга. Мы познакомились здесь, в Сан-Франциско, познакомились уже, наверное, 20 лет мы дружим. И я про то, что здесь достаточно много знаю, хотя про всё это тебя буду спрашивать. Но сейчас у меня вопросы, касающиеся твоей жизни в любимом Питере. То, что я знаю, я скажу. Я знаю маленькая девочка в благополучной семье, с няней, с папой, с мамой, с дедушками, бабушками. Такая вся ухоженная и такая вся балованная, как я думаю. Может быть, я не знаю, неправильно. Но вот вопрос у меня прежде всего такой. В школе. Какие предметы ты любила? Потому что у меня ощущение вообще, что ты гуманитарий. Но потом ты выбрала другую профессию. И мне кажется, это может быть диссонанс для меня. Я не знаю. Скажи, пожалуйста. Конечно, я любила литературу более, чем все остальные предметы. И когда я в 10 классе поняла, что я не могу заниматься литературой, потому что литература – это учитель. А у меня совершенно к этому нет склонности, ни малейших. А как бы более ничего. Но я еще любила алгебру, потому что мне нравилась алгебраическая логика. Ну вот это меня и спасло, собственно. Папа, который шел, правда, подавать мои документы в какую-то школу в 9-10 специальную, а литературную, все-таки пошел, и его уговорили подать мои документы на Невске в 210-ю школу, которая была такая как бы более продвинутая. Там была и хорошая литература, и остальные предметы. И, в общем, кончив школу, я поняла, что дорогу в литературный вуз... Ну, это надо было. Я, конечно, мечтала о журналистике. Но журналистика, она была в университете. А университет евреев не брали, так что все решилось. Скажи мне, пожалуйста, таким образом, будучи гуманитарем, ты поступила в планово-финансовый институт. Да, финансово-экономический. И что? Когда ты решила, что этот институт для тебя, и было ли в это время, что ты начала писать стихи? Начала писать лет в 20. Финансово-экономический институт с удовольствием я кончила. И пошла работа. Единственное, опять же, конечно, когда я его закончила, я поняла, что я не могу работать ни на каких заводах, ни на каких предприятиях. Ну, не лежит моя душа к этому. И куда же я пришла? Я пришла в городское консульционное бюро. И кроме того, что я работала там в плановом отделе, действительно, и там два человека у меня было в подчинении, я еще начала водить экскурсии. И я водила экскурсии пять лет. Но именно эти экскурсии, собственно, и сыграли роль в моей жизни. Потому что, когда я приехала в Америку, я начала писать совершенно неожиданно для себя. И много. И в основном я писала о Ленинграде. Я ни о чем не могла ни думать, ни говорить, ни писать. Как ты думаешь, если бы ты не родилась в Ленинграде, в Питере, ты бы не стала писать стихи? А может быть и не стала. Потому что эта любовь что-то подвинула во мне. Я писала дурки. Я пришла в поэзию из капустников. Я всегда развлекала друзей вот этим возможностью как бы играть со словами. Но я никогда не думала, что это перерастет в очень серьезное увлечение. У меня многие стихотворения написаны ночью. Бывает, что ты, как бы вот, я просыпаюсь ночью, и приходят строчки какие-то. Их надо записать. Ночью вставать не хочется. И я начинаю бороться с этим приходящим. Я ему говорю, ну давай до утра подождем. А вот оно мне говорит, можем. Но гарантия, что ты это вспомнишь, никакой. И поэтому бывали ночи, когда я в течение ночи должна была вставать каждый час и что-то записывать. То есть это что, откуда-то оттуда? Это откуда-то оттуда. Но при этом ты все-таки проводник живой. Поэтому ты можешь не записать. Ты можешь неправильно услышать. Вот у меня такое чувство. У меня есть стихи, по-разному пишутся. Каждое стихотворение своя судьба. Вот есть стихотворение, которое вроде как бы написалось сразу все. И кажется, что оно вот очень хорошее. Потом я начинаю перечитывать. Подождите, подождите. Что-то тут такое это здесь уже было. Это прилагательность здесь не годится. То ли, видимо, я неправильно услышала. А может быть, надо мной просто пошутили. Ты никогда не знаешь. И поэтому тебе надо над этим работать. А это уже совсем другая история. Алимочка, у тебя, ну, по крайней мере, здесь то, что я знаю, очень мало лирических стихов, стихов о любви. Почему? Может быть, они все были в Питере? Ну, у меня есть стихи о любви. Просто дело в том, что я замужем. И что? Удачно, давно. И такие вот моменты, как там, ну, вот, знаете, острая влюбленность какая-то. Дело в том, что мне легче придумать мужчину. Александр Зевелёв, которого многие знают, он всегда смеялся надо мной. Это мой друг, который ушёл 4 года назад. Я просто поговорю про Сашу. Да. И он смеялся всегда надо мной. Он мне говорил, у тебя все мужики литературные. Это чистая правда. Мне легче придумать какого-то мужчину в голове и создать этот образ как бы от его имени, или ему посвящённый, чем реально там проходить через какие-то тернии любовные. Вообще, хочу, вот для меня такое сравнение. Вы знаете, мне кажется, что это какая-то вот как могучая рука, которая открывает этот источник, а потом закрывает. Понимаете? И как бы вот от меня ничего в этом не зависит. Я ничего не могу. У меня вот бывает такой момент в жизни, что я думаю, описала ли я когда-то. А иногда вдруг оно начинает выливаться бесконечным потоком. И иногда у меня даже чувство появляется, что я должна скорее написать больше, потому что рука может вот сейчас закрыть этот кран. Вот-вот-вот, про это и вопрос. Вот тогда, когда ты не можешь писать, это что? Что происходит в твоей жизни? Что-то плохое? Что-то волнует тебя? Что-то сложное? Или наоборот, когда всё очень хорошо, и тебе некогда вообще это разобрать? У меня должно быть, у меня должен быть налажен быт. Сейчас я ищу работу, у меня нет постоянной работы, и у меня внутри вот эта вот роза поэзии, скажем, красиво, она вот такая, понимаете, испуганная. Ей нужно обязательно, чтобы вот чек был, знаете, вот как чек-марк ставишь, в порядке всё. Тогда она начинает раскрываться. Значит, всё должно быть хорошо. Всё должно быть с бытом, должно быть всё абсолютно хорошо. Тогда я перестаю о нём думать совершенно. Моя дочь, между прочим, ну, кроме того, что она у нас, конечно, по-русски только понимает, не говорит, но она вообще книгачей, она очень много читает. И я её спрашивала, я говорю, Анечка, а вот как насчёт стихов? Она говорит, стихи нет. Она мне ответила. Я говорю, ну, может быть, ты не пробовала, ну, а с вами, а из стихов вообще речи нет. Речь идёт, конечно, об американской поэзии. Она говорит, пробовала, вот представь себе, и пробовала, и читала. Нет, ответила Анна. Ну, нет, так нет. У меня двое детей, да. Аня приехала сюда, ей было три года. Боря приехал, ему было 11 лет. Значит, Боря читать может. Боря прочитал мою книгу и сказал, «Мама, мне было так тяжело, я даже вспотел». Вот это всё, что я вам могу сказать о поэтических, как бы, моей попытке приобщить детей к поэзии. На этом всё закончилось. Я знаю, кто будет читать твои стихи. Твои стихи будут читать внуки. Какое счастье. Я с этой светлой мыслью... Я буду ждать внуков, которых у меня нет. Дети у меня гуляют, развлекаются, ни о каких-то семьях и детях нет речи. Так что я могу, толь, да, я их научу. Давай сейчас, конечно, поговорим о Саше. Как случилось? Как ты поняла? С какой минуты? Знаешь, как говорят, влюбляются с первого взгляда. Ты увидела Сашу? Вы стали друзьями творческими, просто большими-большими друзьями. В тот момент, когда я сказала, что я приехала сюда, что мне бесконечно снился Ленинград, я так понимаю, что то, что я водила экскурсию по городу, сыграло, безусловно, свою роль. Я от тоски просто изнывала по городу. Он меня не отпускал. И сейчас не отпускает. И я, когда пишу какие-то предисловия к своим там альманахам, я всегда пишу, что моя любовь к городу, она, собственно, и есть мой поэтический дар. И вдруг я читаю в газете, не знаю в какой, 24 часа на, объявление. Написано, что все, кто любит русское искусство, приходите в такое-то время в полуалповскую джуйку, в старую. И я пошла. Там был Леонид Духовный, там был Александр Дзевилев. Там было еще много наших ребят. И Люся Барингольц там была. Которая здесь у нас сейчас. Которая здесь. Потом я уже с девочками подружилась позднее. И, в общем, тогда я встретила Сашу. А потом я узнала, ну, ничего еще не произошло. Мы встретились и разошлись. Ну, и когда произошло уже? Произошло, когда Саша... Вот я вам принесла сюда просто показать. И здесь есть такая... Я нашла у себя в шкафу. Петербургский литератор. Здесь Серафима Юрьева, которой нет уже на этом свете, пишет о том, как Саша Зевилев, которого тоже уже нет, организовал хламс. Когда мне позвонил Саша и сказал, что мы еще были на «вы», мы друг друга еще не знали, что он меня хочет пригласить, потому что ему понравились мои стихи, я ходила по своему апартменту и говорила себе, мне позвонил Зевилев. Для меня это тогда было так, если бы мне позвонил Евтушенко. Почему? Потому что он был уже знаменит. Потому что он уже был главой хламса. Потому что я слышала его песни. И потому что я понимала, что это просто какая-то гениальная, потрясающая личность. Потому что все, что он говорил, было необыкновенно. Вы понимаете, что за 20 лет этот человек не сказал ни разу ни одной банальности. Сашка писал на меня пародии, которые я обожала. И я всегда горжусь тем, что в самой главной его пародии на меня, в Нобелевской премии, я написала последние слова. Я всегда ему говорила, я говорю, Сашка, ты можешь себе представить, как я тебя люблю? И люблю, что ты про меня пишешь. Какие пасквили, что я сама участвовала в его написании. Понимаете? Кому пришло в голову твои стихи писать, к ним писать музыку? И почему песни? Это хотела ты, это тебе кто-то предложил, это ты считала, что это усиливает поэзию. Почему? Это фестивали, это встречи, это концерты. Во всем этом я участвовала с восторгом. И это все давало мне, конечно, подпитку сумасшедшую. Короче говоря, Эля Финн ко мне подошла и сказала, мне очень понравились ваши стихи, хочу, чтобы вы писали песни. Значит, я говорю, я не понимаю, как песни писать? Что вы хотите, чтобы я сделала? Она говорит, как, у меня есть музыка, а вы туда будете писать стихи. Для меня это было то же самое тогда, если бы она сказала, хочу, чтобы вы полетели на Луну. Я понятия не имела, как пишутся песни. И вообще спросила, совершенно дурацкий, задала ей вопрос. Ну, задала. Я спросила, откуда вы знаете, что это песни, если там стихов нет? Ну, она так тоже на меня посмотрела с удивлением. Говорит, а вы поймете? И я поняла, это правда песни. Вы понимаете, там запев, там куплет, все там есть, но это, извините, только музыка. А как туда стихи попадают, я не знала. И что же я сделала, не зная этого? И хочу вам сказать, что с тех пор я написала и перевела, наверное, на 30 разных вещей все вместе. И переводы, и стихи. И пишу я с тех пор всегда одинаково. И если кто-то хочет написать песню, рекомендую. И самое интересное, сейчас вам скажу свой рецепт. Самое интересное, что когда Эля, мы уже написали с ней 5 песен, 10 мы с ней вместе написали 20 песен. Но 10 из них написала я на музыку, а 10 написала она наоборот. То есть она брала мои стихи и писала к ним музыку. Как вы понимаете, можно и так, и так. Правильно? Можно и так, и так. Я с тех пор, мне очень понравилось писать музыку в стихи. Это было интересно. И это был совсем другой опыт. Ничего, никакого отношения к написанию стихов это не имеет. Это совсем другой род деятельности. слушаешь музыку. Слушаешь музыку. Пока у тебя не создается впечатление, что эта музыка у тебя везде, что ты из нее состоишь, что в тебе ничего нет, кроме этой музыки. И когда ты в таком состоянии, ты слышишь там стихи. Там много стихов твоих, там много почитателей, которые пишут тебе. к... Подожди, а какую страницу имеешь в виду? У меня не одна страница. Одна из них называется стихиру. Это правильно, да? Значит, там много твоих стихов. Но это не моя. Да, это моя страница в общем канале. И там очень много людей, которые читают и которые пишут тебе добрые слова. Ты на них отвечаешь всегда. И где-то я прочитала. Ну вот, очевидно, у тебя был тот самый период, когда ты не могла писать. Что-то происходило. И когда ты услышала, что тебе написал, прокомментировал человек, ты сказала, спасибо большое. Вот теперь у меня повод. И я счастлива, что я могу завтра опять писать. Это важно для тебя, когда тебя хвалят? Важно. Важно. Я люблю. Я вообще люблю, как бы... Ну, я не говорю, что признание. Я не могу сказать, что мне просто вот обязательно надо. Я участвовала в конкурсах. И когда ты выигрывала, когда ты не выигрывала. Не могу сказать, что что-то менялось в моей жизни. Давай сейчас про этот конкурс. Образ. Да, вот образ. Про образ. Да. Вот я выиграла в прошлом году конкурс в этом образе. Они обещали мне сделать книгу, оплатив половину стоимости. Это очень мило и приятно. Но у меня сейчас не получается вот с книгой. Не получается. Хотя стихов на книгу у меня достаточно. Ну, вот не могу себя пока... Не могу понять. Что ж? Не могу. Ну, во-первых, уход Саши, конечно, сильно замедлил мои возможности поэтические. Очень я тяжело переживала и переживаю его уход. Мы с Сашей до его ухода начали писать сказку. И... Сашка очень горела этим. И у меня такой ватман сохранился огромный, на котором написано Сашиной рукой там всякие штуки, которые мы собирались обыгрывать. Это такая сказка-пьеса. Не знаю почему. Так захотелось. И я не могу к ней обвернуться. Ну, не могу пока. У тебя уже новых стихов достаточно для книги? Ну, да. Ну, конечно. Что тогда? Не знаю. Не могу себя заставить. Это же тоже какой-то творческий процесс. Понимаете, сделать книгу это же не просто так. Нужно понять, в какой последовательности. Я делаю главы. Ира Счиславская мне очень помогает. И потом вступление к этой книге писал, конечно, Саша Зевелев. И для того, чтобы у меня была вторая книга, я поняла, что без Сашиного вступления я не могу сделать. Поэтому я... А мы с Сашей, кроме всего прочего, что мы были так близки и встречались каждую неделю, мы еще с ним переписывались каждый день. И я когда делаю какие-то вещи, а сейчас я делаю экзупери, я в это погружаюсь, я начинаю заниматься литературой об этом человеке. Это безумно интересно. Это безумно интересно. Я узнаю что-то, чего я не знала раньше. Мне это очень интересно. То есть для меня это какое-то продолжение того, что я делала в Ленинграде, когда я делала экскурсии. Это, в общем, работа с материалом. Это... Меня очень... Очень меня радует это. Но я не могу сказать, что это какое-то отношение непосредственно имеет к поэзии. Нет? Ну да, не имеет. Но это творчество. Это, конечно, творчество. Четвертый голос врет. Твои друзья, наши общие друзья, которые пели... Вот видите, как удачно, что я рассказала вам про Элю Финн, даму, которая ко мне подошла. Песня «Осень», которая была первой написана, моя первая песня. Я ее написала на музыку Элю Финн. У меня не было слов этой песни. Ну, я понимала, что, наверное, если я Элю там прижму к стенке, она где-то найдет мне эти стихи. Но так как песню никто не пел, понимаете, в общем, меня и не беспокоило, что нет слов этой песни. Но нет ее. И вот мы уезжаем на зимний отдых, на зимние каникулы, снимаем дома. И у меня уже появляется в подругах Люся, близкая подруга уже, Рита Винокурова. Но Рита живет отдельным домом. У нее там трое детишек прыгают по этому дому. И Рита меня зовет к себе в гости. Она в хлам сходила, мы там и познакомились. Но мы еще не близкие совсем. И говорит, я хочу тебе что-то показать. Рита достает такой маленький этот клавесинчик, электронная пианинка. И на этом пианинке она играет и поет песню «Осень». Вы знаете, я сижу и по моему лицу как со слезы. Потому что, во-первых, я думала, что этой песни нет. Во-вторых, я никак не могу понять, как Рита может знать эту песню, играть и петь ее. Я говорю, объясни мне, дорогая, как вся эта необыкновенная история произошла. У меня текста нет. О том, что эта песня существует, знает никто, не знает, а Рита вот эта четвертая «Голос врет» с этого начал. Он первую выучил песню «Осень». И я всегда с гордостью об этом говорил. Какие песни пели ребята, любимые, наши друзья под названием «Четвертый голос» твои? Да пока не встретили меня всякую муру. Шучу. Шучу, шучу. Пели Чербакова, пели, кого вы пели? Пели Ященко, пели, кого вы пели еще? Богушевскую. Богушевскую я не в злюбил. Сколько у тебя вообще песен? Вот ты знаешь что? Ну миллионы нет, конечно. Ну сколько всего песен? Ну наверное 50. 50? Это много? Ну где-то так. Ну если все посчитать, если считать переводы, если считать то, что мы написали с Диночкой, то, что я написала с Владом Камнем, они как композиторы выступали в моей жизни. И так же всегда одинаково. Когда говорят, поэт написал песню, ну они грешат против истины. Мы не пишем песни. Я могу написать текст песни, могу написать стихотворение, которое становится песней. Это самый лучший и самый безопасный, и самый простой для поэта путь. Написал стихотворение, так я работаю с Ищеславской. Прелесть, а не жизнь. Какая песня? Написал стихотворение и отложил. Она подбирает, сама придумывает музыку, сама поет эту песню. Ко мне это все уже не имеет отношения. Меня зовут, сажают в первый ряд и говорят, Римма, послушайте, пожалуйста, вашу песню. Просто замечательная жизнь. Сейчас, знаете, мы сейчас, я сейчас лучше вот что сделаю. Знаешь, есть такая, как в этом самом, есть такая, как берут минуту в спорте. Я хочу, чтобы Саша Лизненков сейчас прочитал несколько твоих стихотворений. Пожалуйста, Саша. Письмо из Ливерпуля. Я увлечен романом новым. Ах, вы прекрасны, как заря, Но корабли отплыть готовы Мы поднимаем якоря. Ну что ж, Прощайте, дорогая, Я вас за все благодарю. Я возвращусь, пожалуй, к маю Или, скорее, к декабрю. Я напишу из Ливерпуля, Подробно, не теряя нить, И где-то в недрах Редикюля Письмо вы станете хранить. И вынимать все реже, реже Хозяйство, дети, стрижка, роз. Исчезнет ваш румянец свежий И потускнеет медь волос. Я не вернусь. Мне будет больно Увидеть перемены в вас. Прощайте. Вот уж ветер вольный Наполнил парусов атлас. Мотор стучит надежно, верно, На знамени следы От пуль вы ждите. Ждите непременно Письмо со штампом. Ливерпуль. День и ночь Вздыхая аромат тюльпана ночи, Рассвет свой приговор На миг отстрочит. Но солнце равнодушно и упрямо Безжалостно меняет панораму. Последних звезд Стыдливые огарки Поспешно прячет небосвод Неяркий. Играет ветер Утренней прохлады На дудочке победные рулады. И вместо бормотания И вздохов Звук нарастает, Превращаясь в грохот. День правит бал, Уверенный и гордый, Вот уже беспокромиссно Содран покров раздумий Никому не нужный. Труба зовет, Газета, завтрак, служба, Дела над головой Хлистанье плетей. Еще не скоро В темном фиолете К нам ночь войдет, Неся в глубокой чаще Напиток ароматный. Цепь промашек, Ошибок, необдуманных решений Порвется, Упадет, как камень С шеи. Мы, наконец, Расслабимся устало В объятиях Ночного покрывала. Ой, еще одно. Хорошо. Это осень. Это песня? Ой. Хорошо. Да. Этот запах Прелых листьев Так знаком И так немыслим. Словно путами Стреножен, Робок так и осторожен. Он нас водит по аллее, Как художник В галерее. На пейзажах и портретах Нет зимы, весны и лета, Только осень. На полотнах итальянцев Веер листьев С ярким глянцем. Солнце, наклонясь над садом, Кисть целует винограда. Но грустна улыбка пары На картине Ренуара. И еще сильней тревога Модельяне Иван Гога. Это осень. Отступают, Удивленно фиолетовый С зеленым. Голубого очень мало, Больше охры И опала. Пахнут дьявольской селитрой, Утомленные палитры На холсты. Ложатся тени От предчувствий И сомнений. Это осень. Спасибо. Спасибо. И да, и вот я Собственно, Встретила девочек там. Ну, они принадлежали Как Хламсу, Так и Полуострову. Мы там познакомились, Девочки стали вместе петь. И сначала девочки пели Вот все подряд. Ну, хорошие песни они пели, Я ничего не могу сказать. А потом у них пришла В голову им идея. А почему бы не петь Американские песни. Но американские песни Все-таки интересно Петь по-русски. И тогда появилась Идея переводов. И я стала заниматься Переводом. Значит, девочки Мне сказали, Посмотри мультик. Мультик посмотри. Вот там вот эта песня. Та-та-та-та. Я посмотрела мультик. Я вот так вот села, И она проигралась За полсекунды. Я ничего не успела понять. Дина со мной работала Каждые пять минут. Я звонила Дине, Читала строчки. Дина говорила, Па-па-па, не лезет. Кладла трубку. У меня все время строчки Блин, длиннее, чем папа. Каждые пять минут Я звонила Дине И понимала, Что, наверное, Она меня убьет сейчас. Я говорила, Дина, Па-па-па, давай. Оно не получалось. Ну, в конце концов, После совершенно Сумасшедших стараний Я сделала эту песню. Девочки ее спели. И когда я увидела, Как они это делают, Я просто влюбилась в них И в то, что они делали. И мы с ними перевели Еще несколько песен. Истамбул мы перевели. Вот интересный Истамбул. Но вот это переводы. Я не знаю, уже переводы пошли? Переводы пошли. Уже пошли переводы. Потому что переводы, Понимаете, Это переводы. Стоят еще одной. Вот я даже не могу Как бы так объяснить, Чтобы было понятно. Понимаете, Это еще одна сфера Поэтической деятельности, Которая не имеет отношения Никаким предыдущим. Вы понимаете? Я всегда бросалась Заниматься чем, Чего я раньше никогда не делала. Понимаете, Вот для меня это Вот самое то, Когда мне говорят, А не хотела бы ты? И я думаю, Как интересно. Переводить песни. Я понятия не имею, Как их переводят. Не знаю. Но это же интересно. Подстрочник. Подстрочник. Значит, Ничего этого я не умею. Я вам рассказываю. Я делаю так, Как я вот делаю. Как я делаю? Я знаю про что. Ну, кстати, Скупером я Просто Считаю Как бы Это Песня полностью Переводная. То есть там, Понимаете, Там кусочки. Вот там кусочек Про музыку. У меня про музыку. Там про одежду. У меня про одежду. Самое интересное, Это никому не важно. Понимаете, Когда я стала показывать Своим приятелям Эту песню Знакомым, Которые, в принципе, Знали, конечно, Эту песню, Но они не знали подробно. О чем там? Да еще каждый куплет. Правильно? Поэтому, Когда я стала хвастаться, Я говорю, Смотрите, У них про музыку, И у меня про музыку. У них про... Мне эти ребята сказали, Ну и что? Я подумала, Действительно, Ну и что? Это не важно. Что я поняла После этой песни? После этого перевода? Что важно? Важно Передать Настроение. Понимаете? Ну, конечно, Хорошо бы еще и тему, Но настроение Самое главное. Важно, Чтобы у вас Возникали Такие же эмоции, Когда вы слушаете Песню эту По-русски, И когда вы Слушаете ее По-английски. И в данном случае Пример Истамбул. Когда я переводила Истамбул, Я ее перевела, Девочки меня попросили И сказали, Ну вот переведи Как там. Я очень старалась. У меня не получилось Ничего. Девочки спели Песню, Я ее прослушала, Подошла к ним И сказала, Мне очень стыдно. Но я не перевела Эту песню. Этой песни нет. Потому что То, что упоять Не имеет ни малейшего смысла. Для того, Чтобы рассказать Эту историю, Надо вот сесть и говорить. А вот это про это. А это про это. Это, ну вы понимаете, Что слушать это неинтересно. И тогда, Тогда, Я, Намучившись с Истамбулом, Закрыла Утомленные глаза. И в моей голове Вдруг вспыхнула фраза. Из Истамбула В Константинополь Шел Скорый поезд. И я поняла, Что я напишу Свою песню Про поезд. И она идет на ура. Кто твой поэт вообще? И кто твой писатель? Ну, Поэтов любимых много. Безусловно, Это, Конечно, Цветаева. И это Мандельштам, Это Пастернак. И должна похвастаться, Что когда я делала Городскую экскурсию, У меня очень много стихов. И я там читала В разных местах Разные стихотворения С удовольствием. И, в общем, Могу сказать, Как я знаю, Что это мой поэт Или мое стихотворение. Могу пересчитывать бесконечно. Вот я могу Томик Цветаевой Как бы вот оставить, Потом взять И начать читать С первого стихотворения Так, как будто я его и не читала. И поэтому у меня Плохое настроение Читаю стихи. Когда мне, Не знаю, Чего-то хочется неизвестно, Чего я читаю стихи. Я читаю стихи По любому поводу. Причем я могу читать стихи Вот просто Открыть сборник И читать его Так, как читают люди Детектив. Мне говорят там иногда Как ты можешь Так читать стихи? Вот ну как же? Вот надо открыть, Почитать одно. Я не знаю. Я могу. Тебе. Я прильну к твоим ногам Океаном И щеки легко коснусь Облаками Волны в берег бить Тогда перестану Ветер выпьет их Большими голодками Посмотри, как солнце В пальмы садится Ярко-рыжая Нарядная брошка Над тобою я кружу Словно птица Миру вызов Моих радостью брошен Остановится Процесс эволюции Станет вмиг Это неприкосновенно Ты услышишь Как сердца наши бьются Потому что мы одни Во вселенной Для того записан Путь Богом данный Есть же где-то Судьбы моей камень Чтобы лечь К твоим ногам Океаном И к щеке твоей Прильнуться Облаками Это стихотворение О Булгакове И Елене Сергеевне Его жене Третий Третий Почему я точно знаю об этом Дело в том Что Ирочка Счиславская С которой я веду диалоги Делала Булгакова Я к ней приехала Ира стала мне рассказывать Конечно я знала эту историю Но Ира стала мне Подробности Их деталях Рассказывать историю Их любви Как они поженились И пока я ехала От Иры из Сан-Бруно В Сан-Азе Я написала Это стихотворение Значит это стихотворение Безусловно о любви Булгакова Сказать я об этом Не могу Потому что посмотрите Там у меня океан Да Там у меня Пальмы То есть Я не могу написать Что это посвящено Булгакову Меня абсолютно Никто не поймет Но не могу же я Рассказывать всю историю Поэтому Это я только вам сказала Это про Булгаков Каждый год В Сан-Азе Выходит Сборник стихов Называется Альманах поэзии Я участвую В этих сборниках Чуть ли не с первого Это очень интересный Сборник Он Это русскоязычные Поэты Ну можно сказать Всего мира Кстати Твое любимое стихотворение Да Вот одно из стихотворений Мила меня просила Прочитать Я не буду его читать Я его буду читать Натали Ты будешь читать Я хочу его прочитать Оно мое любимое Оно начинается так Я иду по холодным ступеням Не говори Мрамор ноги морозит Баслей Все что я говорю Значит когда я его Стала писать Я не знала Что я пишу Вот не знала Когда я написала Эту фразу Я думала Что я иду То есть моя героиня Моя лирическая героиня Это все написано Не про себя Понимаете То есть это я Но это и не я Что моя лирическая героиня Идет куда-то Наверное в храм Решила я А потом уже Когда она оказалась На пороге спальни Я поняла Что это Натали То есть есть стихи Когда не знаешь О чем ты будешь Прочитай то что у тебя есть Красная Красная яркая Красная броская Красная огненный лев Пусть оно маркое Пусть и не ноское Но это цвет королев Красная в талии Невероятная Тонкая словно лоза Нет не устали вы быть Клеопатную Судя по вашим глазам Вырез невинный Но как же тревожит он Красные всполохи снов Все эти мужчины Плывут заворожено Легкий Богатый улов И вам послушный Вы сильная Властная Мир замолчал Аробен Все потому что вы Любите красное Красное Цвет Знаю Дальше Фламенко Фламенко Я смотрела кино Банюэля И это Как бы После этого Кинофильма Я хотела бы жить В Севилье По Севилье Хотела бы гулять Пачкать рыжей Дорожной пылью Ярко-красное Длинное платье Удивляет Свободной походкой Молодых Красивых Испанцев Ни грезетка И ни кокотка Я была Королевой танца В волосах Непременно роза Юбка Поднята Над коленкой Обжигает Каждая Поза В этом танце Танца Фламенко Каблуки Отбивают Ритм И стучат Мои Кастаньеты Боли ревни Что вместе Слиты Объявляют Сердцу Вендету Мир Зачертан И обессценен Он остался За плотной Шторой В центре Я На высокой Сцене Страсть Закручена До упора Уронила руки В бессилии Под горячей На лбу Как пенка Если б я Родилась В Сибири Как бы я Танцевала Фламенко Да, я хочу сказать Что у меня Так бывает И это стихотворение Которое я прочитаю Корова как аду Неоткуда О, одно слово По поводу Как аду Значит, я боюсь Предположить Кто Стоп Кто Кто это корова Что это за корова Я боюсь Предположить Поэтому я не буду Ничего говорить От себя Я просто тебя Хочу спросить Этот образ Кому имеет отношение Или к чему Корова как аду Никому Это и про меня Это вообще стихотворение Про меня Это что? Во Я поэтому сказала Что я боюсь предположить Корова, которая Не дает молока Подожди Что ты мне пересказываешь Не важно Моя корова как аду С утра Валяется в саду А молока давать Совсем Совсем Не хочет Я жду и жду Но вот пока Нет даже капли Молока в большом ветре А как аду Моя Хохочет Ей все Как будто Трой трава Я целый день Колю дрова Готовлю печь Для ароматной Пшенной каши Но молока Все нет и нет Что с как аду Держи ответ Нет Поглядите-ка Она По саду Кляшет Прошло уже Немало дней Не знаю Что мне делать с ней Пора давно Ее наказывать Сурово Но с как аду Не сводит Глаз Производитель Бык-алмаз Очаровательно Веселая корова Оно то пляшет То поет А молоко Нет Не дает Зато смешит нас Лучше всяческих комедий С ней так забавно И легко А молоко Что молоко Его я просто покупаю У соседей Я иду По широким ступеням Мрамор Ноги Морозят босые Я зябла Мелькают тени Света нет Лишь лучи косые За спиной Еле слышный шепот Кто посмел Зачем рассказали Лошадей За окнами Цокот Я стою На пороге спальни Шаль не греет Трясутся руки Догорая Свеча плывает Ах, я в желтом Это к разлуке Боже, что я Ведь он умирает Шторы спущены Лампу убрали Тишина Как в могильном склепе Он сказал Чтобы меня не пускали Что же будет А как же дети Три недели Не плачено в лавке И за дом Надо выплатить Суду Ах, как колют В корсаже Булавки Плакать хочется Нет, не буду Да шутили Злые повесы Что ж Теперь виноватых Не сыщут А Дантес Что же будет С Дантесом Ведь его Наверное Вышлют Ты прости меня Милый Пушкин Дорогой ты Мой африканец Все же Жорж Он такая Душка И вообще Не наш Иностранец И всего-то Было две встречи За такое Разве Стреляют Комплименты Фривольные речи Ах, о чем я Ведь он Умирает Что наделала Что натворила На колени Молиться Молиться Ведь своими руками Убила Что же мне Делать теперь Отравиться Как жестоко Творец Карает Ведь бывает Наверное и хуже Пожалей Ведь он Умирает Саша Саша Верните мне Мужа Почему вдруг Так много света Зеркала Занавешаны Черным Кто-то плачет Убили Поэта Что-то важное Нет, не помню Ноги ватные Пол Уплывает Руки Руки же Помогите Все Сознание Покидает Что-то Дети Детей Уберите Уберите Хватит Очень хорошо Я его редко читаю Сама она такое Нервическое Тоже я переживаю И мне сложно Потом Перейти к чему-то еще Спасибо Я не знала О чем пишу Пока я не написала Я стою на пороге Спальни И я поняла Что я Натали И когда я его Закончила Я очень плакала И я не понимала Почему То ли я Ну я же не могу Быть Натали Ну наверное Я актриса Которая играла Натали Вот как-то так Даже не знаю Очень переживала я По поводу До этого стихотворения И не только я Я отдавала Читать Твои сборники Журналистам И писателям И все Отметили Хотя мне уже говорили Не могла Натали Так думать Когда умирал Пушкин Может быть и не могла Я не знаю Я не буду наставить Это здорово Но это одна из верностей Рима А кто твой писатель? Писатель кто? Писатель Люблю Бунина Люблю очень Бугакова Люблю Паустовского Рассказы очень Чехова Ну вот я Сейчас читаешь что-то? Я всегда что-то читаю Ну что сейчас? Ну вот сейчас я пыталась Найти своего писателя Вот для разных Знаете Для разных моментов жизни Нужны разные писатели Нужны Почитала Куприна Почитала Чехова Вот немножко Вот все хорошо Но не то немножко Вот наверное Вот сейчас мне нужен был Гаков Стала перечитывать Опять мастера Что ты пишешь сейчас? Я имею ввиду стихи Стихи нет Вообще ничего Нет Нету стихи Когда последний раз писала? Писала наверное Вот эти все стихи Я вам читала В основном Прошлогодние Ну где-то Ну может быть Полгода назад Последнее стихотворение Было написано А вот этот образ В котором ты выиграла Как называется Приз Первое место Получила Нет даже Да Прошлого Подойдите Сейчас скажу В прошлом Восемнадцатом Восемнадцатом Да в семнадцатом году выбрала Среди Какого количества поэтов? Значит там было двести поэтов Да И сначала меня отобрали В лимонах А потом они внутри еще делали Как бы свой конкурс И меня очень растрогало Что в основном Там поэты России И русские поэты Оказали мне честь Как бы выбрали меня Мне очень приятно Потому что знаете Вот мы здесь все-таки На острове с вами И мы В общем я понимаю Что Может быть в России Если бы я писала То же самое Это было бы меньше Интересно И мне было очень приятно Что именно русские поэты Как бы выбрали меня первым Когда следующее выступление где? Мое? Да Нигде Как нигде? Вот сейчас будет На ютюбе А ну разве что Да Ну хорошо Это кстати говоря Меня тоже умиляет Когда к моему любимому Четвертому голосу Они все-таки иногда поют Они уже немножечко так На закате И так выступают редко И к ним подходят И говорят А где можно послушать ваши песни? И девочки улыбаясь Мило говорят Нигде Субтитры сделал DimaTorzok